Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию простенький окуневый стример, который также не пропустит и щука. Для изготовления нам понадобится крючок 6-8 номер. Желательно, чтобы был достаточно с толстой проволоки, для того, чтобы мы не добавляли дополнительно огрузки и утолщали тело. Я промазал клеем и глазки я буду крепить в районе, немножко неподходящем для расположения глаз. Вот чуть дальше за этот загиб. Глазки я подготовил. Взял два пластмассовых шарика, можно использовать металлические, как вы захотите. Можно использовать сцепочки. Я их использую в качестве декоративного привлечения. Желательно, чтобы между глазками был достаточный разлет, расстояние порядка 3-4 миллиметров. Так как между ними мы будем пропускать основное наше тело. Закрепили. Теперь добавляю немножко клея и делаю огрузку вот как раз в районе загиба и глазок. Немножко не доходя до глазок пару миллиметров, удаляем наш свинец. Промажем хорошо еще клеем и закрепим. Достаточно. Нить перевожу я в колечко. И здесь мы немножечко в обратной последовательности начнем теперь мушку вязать от колечка. Здесь я добавляю немножко клея. И начинаю устанавливать элементы. Первый устанавливаю элемент. У меня есть вот остатки кристалл флэш. Я ее делю приблизительно пополам. И здесь же прихватываю. Все отвожу вперед. Делаю одной такой кисточкой и опять прихватываю. Не доходя пару миллиметров до колечка. И в завершение я немножечко промажу клеем и возьму щепоточку белого меха писца. Сам по себе мех должен иметь хорошую длину. Но помимо длины он еще и должен обладать не такой большой жесткостью. Так как это у нас будет и тело, и хвостик, который будет привлекать нашу рыбу. В идеале, конечно, желательно использовать, вот у меня имеется шерсть альпаки. Но это я в основном использую для судаковых стримеров. Подравниваем наш мех. Удаляем подшерсток, чтобы нам не мешал. И в этой точке разворачиваем мех вот так, наоборот, крепим наш мех. Если наш мех заходит даже по каким-либо причинам заглазки, это не страшно. Потому что чем более объемная у нас будет здесь часть головы, тем нам лучше. Промотали. И теперь, для большей привлекательности, мы можем оставить вот в таком положении и закрыть нашу мушку. Но я возьму, добавлю сюда немножечко голографического даббинга. Оранжевого цвета. Оранжевого, желтого, для большей привлекательности. Совсем-совсем щепоточку. Сильно я его не подтрамбовываю, так как рыхлость этого даббинга нам играет только лишь на руку. Проматываем между глазками и возвращаем вот в это место. И теперь я весь наш материал переламываю в этом месте. Делаю завершающий узел. Хорошо промазываю нитку клеем. И наш стример, как вы видите, довольно-таки простой в изготовлении, уже готов к работе. Повторю еще раз. Очень уловистая приманка. Если начинать изготавливать этот стример с крючка номер 14, можно даже пробовать на номере 16, не пропускает платва и красноперка. Игра очень хорошая. Подровняем немножечко наше крылышко. Посмотрим, как оно у нас выйдет. Вот, да, вот где-то так. Вот, пожалуйста, наш стример для ловли окуня готов к работе. Прост в изготовлении и результативен. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok